Открытый российский кинофестиваль Кинотавр проводится в Сочи вот уже в 27-й раз. У кинофорума есть новички и редкие гости Ингеборга Депкунайте, Светлана Ходченкова, Елена Подкаминская. Каждая из актрис, конечно, хотела удивить зрителя своим выходом, а большинство получалось. Дефилировали в эпатажных, дерзких, откровенных платьях. На ура принимала публика Федора Бондарчука, Михаила Ефремова, он шел с дочкой, Дмитрия Дюжева с супругой Татьяной. В конкурсной программе представлен фильм «Огни большой деревни». В нем Дюжев играет вроде бы самого себя, но человека достаточно скандального, нелюбящего все, что происходит вокруг. Жители села, чтобы не снесли их кинотеатр, решают снять фильм. Для этого и крадут знаменитость актера Дюжева. Молодой режиссер Илья Учитель уговорила артиста на эту роль. Он сказал, Дима, умоляю тебя, пожалуйста, сыграй это. Но мы воспользуемся твоим именем. На эту смелость я и пошел. И поэтому для меня это такой вызов с точки зрения, ну что ли, мнения зрителя. Поверит он, что я могу быть таким. 2016 год объявлен годом кино. Ну а кинотавр в этом году стал творческим состязанием для начинающих кинематографистов. При отборе на фестиваль из 75 премьерных фильмов 26 было дебютов. 19 фильмов сняты женщинами-режиссерами, и это их право услышать нынешнее время. На основной конкурс в итоге отобрано 14 картин, из них 9 дебюты. Все они и поборются за гран-при фестиваля. В истории фестивальных картин так бывает, что фильмы одного режиссера попадают сразу на два кинофестиваля. Речь идет о кинолиндии Ивана Твердовского «Зоология». Российская премьера состоится здесь, в Сочи, на кинотавре. А вот на международном конкурсе в Чехии, в Карловах, спустя месяц. Есть сейчас интерес к российскому авторскому кино за рубежом. Наверное, чтобы заглянуть в тайны загадочной русской души. А сами артисты не скрывают своего желания сниматься у интересных начинающих режиссеров. Приходят в зал, чтобы посмотреть их первые работы. Люди, которые сегодня здесь показывают, например, свои короткометражки, завтра будут снимать большое взрослое кино. И для артистов это замечательная возможность посмотреть, кто есть новенький. В авторском кино превалирует все-таки не бизнес, не деньги, а видение одного человека, чаще всего. То, каким он видит мир. Или таким, каким он его хочет увидеть. Это либо драма, либо сказка. А действительность такова, что большие звезды меняют амплуали Ширината Литвинова, как всегда, в своем образе. А, например, Сергей Безруков стал продюсером Гоша Куценко, режиссером конкурсного фильма «Врач». Мария Шалаева, актриса, сыгравшая главную роль в фильме «Победителя кинотавра прошлого года про любовь», сегодня в жюри кинофестиваля наравне с такими величинами, как Сергей Шакуров. Возглавляет жюри режиссер Николай Лебедев, известный по фильмам «Легенда 17», «Звезда экипаж». Ну и по традиции на церемонии открытия была вручена главная награда фестиваля за вклад в российский кинематограф Сергею Бодрову-старшему. Впереди у артистов и кинорежиссеров, если повезет с погодой, целая неделя моря, солнце и кино. Длина Всесна, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».